Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и небольшой анонс. А вы вообще были в курсе, что вас продали за денежную сумму? То, что вы собирались оказывать услуги интимного характера, вам тоже не говорили? Нет. Не пустили в Бахрейн. Полицейские Дагестана задержали двух посредниц, которые занимались поставкой в королевство девушек легкого поведения. Я своими детьми покрелся, я рубль у нее не просел. Своими детьми, князья, рубль у нее не просел. Сумма! Кто-то еще рубит или ни о чем не говорит? Не говорит. Какие сто тысячи? Если люди берут, не сто тысяч берут, а они много берут. Я вас мешаю снова. Я вам не даю. А что вы не имеете право меня? Вы сейчас правы. Я имею право, я не буду шести. Вы не хотели на это стоять. Я вас мешаю снова. Нет, нет, нет. Я буду вам уже делать. Поправки к Конституции за и против. В общественной палате республики развернулись жаркие дискуссии. Подробности через несколько минут. Черные пакеты сверху накрыты прозрачным полиэтиленом. Рыба на 8 миллионов. Пограничники задержали в поселке Сулак двух местных жителей, занимавшихся браконьерством. Не каждая бабочка долетит до Бахрейны. Особенно, если речь идет о женщинах с низкой социальной ответственностью. Полицейские Дагестана пресекли попытку переправки девушек в страну Ближнего Востока. Накануне в аэропорту Махачкалы во время регистрации вылета были задержаны 25-летняя жительница Буйнакского района и 35-летняя уроженка Левашинского района. Сводницы намеревались продать третьим лицам королевство Бахрейн трех дагестанок для занятий проституцией. По факту собран материал, ведется следствие. За то, что я три девочки отправляла в Бахрейн. Для чего? Для занятий проституцией. Нас хотели перепродать в Бахрейн. Мы познакомились в отеле, в лакшери. Я была заочно с незнакомой, нас обменяли номерами. Из-за того, что я работала на менеджера 50 на 50, я хотела уйти на себя. Она мне сказала, что сделает билет. И что, когда мы полетим в Бахрейн, что я отработаю за билет, отдам ей. И каждую неделю буду спонсорские отдавать 100 динар. Я должна была там побыть неделю, две, полтора. А вы вообще были в курсе, что вас продали за денежную сумму? Нет. То, что вы собирались оказывать услуги интимного характера, вам тоже не говорили? Нет. Я их отвез два раза в аэропорт, чтобы они поехали в Бахрейн. Но они вызвали меня. Я работаю по городу, как такси. И оплачивают. И один раз встретил его в аэропорту. С какой целью они туда летали, вы можете сказать? Я могу, да. Пытание, да. Больше, какой цель туда едут. Для этого они едут туда. Вы знакомы с этими девушками? Одной, да. При каких обстоятельствах с ней были знакомы? Она моя большая соседка. Соседка. Вы работали кем? Проституткой. Как-то была связана эта девушка с проституцией? Она со мной работала. Я отказан, оравов я не знаю. Раньше работала на мамочку, а сейчас на какую-то оравов работаю. Я с своими детьми покрелась, я ни у рубль у нее не посел. Своими детьми князья рубль у нее не просел. Сумма. 100 тысяч рублей тебе ни о чем не говорит? Не говорит. Какие сто тысячи? Если люди берут, не сто тысяч берут, а не много берут. К другим темам. Общественники обеспокоены поправками к Конституции Республики Дагестан. Особую тревогу у многих вызывает вопрос территориальной целостности региона, за которую, согласно изменениям, больше не будет отвечать глава республики. Депутаты и чиновники говорят, что беспокоиться не о чем. Журналисты и эксперты в этом не совсем уверены. Более подробно о заседании общественной палаты расскажут наши корреспонденты. Общественники и за и против поправок к Конституции Республики Дагестан. Напомним, законопроект пока принят в первом чтении депутатами народного собрания. Участники дискуссии разошлись во мнениях. Большинство экспертов убеждены, что обсуждать изменения надо было до, а не после. Мы дополним свои поправки новыми аргументациями. Вот, пожалуйста, дайте, внесите. Мы это сделаем, если вы согласны, мы вместе поработаем. Если нет такой установки, вместе работать, это уже другое дело. Но я вижу, что у вас есть такая установка, есть такая... Я ни с кем не разговаривал, я вам честно говорю, никто со мной не говорил. Мероприятие почему-то проигнорировал полпредглавы в Народном собрании Нюсред Омаров. Он, как выяснилось, тоже был приглашен. Заместителю министра юстиции пришлось держать ответ и за себя, и за тех, кто не пришел. Поправка, она носит скорее технический характер. Потому что, ну, вы же сами понимаете, у нас все-таки Российская Федерация – это единое государство. И в Российской Федерации, и президент Российской Федерации об этом неоднократно говорил, должно обеспечиваться единое правовое пространство. Единое правовое пространство предполагает, что иерархия правовых норм, она выдерживается. И если вопрос уже урегулирован и реально отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, у субъектов такие положения в законодательстве содержаться не должны. Получасовой правовой ликбез Сергея Караченцева прервал не меньше знающий про законы Расул Кадиев. Юрист обратил внимание на то, что органы власти не направили в общественную палату надлежащего ответчика. И более того, не представили, как положено делать в таких случаях свои аргументы в документальном виде. По сути, Кадиев корректно обнулил выступление чиновника. Вы же с самого начала нас здесь все объяснили. Закон на конституции чей? Чей закон? Это ваш закон, чиновников. Это не граждан. Вы сами его придумывали. Вы с экспертом не советовались, вы с людьми не советовались. Вы его сюда даже не принесли. Все, что вы сейчас говорите, в пояснительной записке нет. Нету. Точно. Председатель же общественной палаты, надо отдать ему должное, не отпускал ни к дискуссии. Вовремя прервал острую полемику и возвращал всех к сути вопроса, который звучал примерно следующим образом. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Однако нашлись и те, кто выразил несогласие с такой формой проведения дискуссии. Вы не осуждали эти базы. Если хотите, я вас лишаю слово. Вы решили общественных наблюдателей готовить. Я вас лишаю слово. Вы не имеете права у меня? Вы сейчас правы. Я имею права. Я не пушистик. Вы не подойдете. Хорошо. Значит, я вас лишаю слово. Нет, нет, нет. Другие, я думал, что... Оставь, оставь шагер. Оставь. Мы там будем разбираться в главной истории. Хорошо. Мы не тот орган, который принимает решение. Мы не тот орган, который отклоняет или же поддерживает. Мы тот орган, после нашего обсуждения, мы с учетом высказанного мнения, мы здесь голосовать не голосуем, ничего не принимаем. Но с учетом общественного мнения даем рекомендации тому же народному собранию, чтобы они учли при обсуждении этой проблемы во втором чтении, учли мнение той аудитории, которая обсуждала и высказывала вот это мнение. Вопрос территориальной целостности региона в зоне ответственности федерального центра. Это, пожалуй, был единственный железный аргумент сторонников принятия поправок. До принятия законопроекта во втором чтении есть еще время. Будут ли до этого учтены замечания и пожелания экспертного сообщества, узнаем не скоро. Депутаты, которые хочется верить не меньше общественников, беспокоятся за судьбу Дагестана, сейчас на летних каникулах. Лориана Шемхалаева, Арсен Набиев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. В Дагестане ежегодно в Каспийское море выпускают более 100 миллионов мальков частяковых видов рыб. Как проходит этот процесс на одном из крупных рыбоводных предприятий Баваилтовского района, лично проверил заместитель председателя правительства Нариман Абдулмуталибов. Сазан в облаку Тумсудак. В водоемах завода проходит нерест ценных видов промысловых. В среднем выживаемость молоди в естественной среде достигает 1%. Как отмечают эксперты, в регионе благоприятные природно-климатические условия, из-за чего показатель этот зачастую бывает выше привычного. По итогам визита вице-премьер порекомендовал руководству предприятия благоустроить и озеленить территорию, а также проработать вопрос получения внебюджетных средств. Над этим мы занимаемся, изучаем, ездим, смотрим, изучаем проблемы, чтобы до сентябрьской сессии у нас был круг, которые мы должны решать на ближайшие последние годы. Напомним, восполнение экологического и природного рыбного баланса вопрос для республики приоритетный. По этой линии даже есть прямые поручения Сергея Меликова. В соответствии с установленным государственным заданием, пять заводов в Дагестане занимаются искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, рыбохозяйственной мелиорацией и проводят государственный мониторинг по этому направлению. Так ежегодно в регионе выращиваются более 22 миллионов экземпляров молоди, в том числе по таким видам, как кутум, русский осетр и каспийский лосось. Пока одни восстанавливают водные биологические ресурсы, находятся и те, кто наносит непоправимый вред природе. Пограничники Дагестана накануне задержали двух браконьеров. Мужчин поймали в поселке Сулак Кировского района Мхачкалы. У них обнаружили 350 килограмм рыбы осетровых пород, 4 пластиковых контейнера с филе, а также 5 банок икры. По предварительной оценке, нанесенный ущерб составляет более 8,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь каждый муниципалитет Дагестана будет отдельно отчитываться перед Кабмином республики. Такое нововведение было внесено по инициативе главы Дагестана. Считается, что такая практика позволит более детально изучать работу, проводимую главами районов на местах. Первое совещание в подобном формате прошло с участием руководства Буйнакска. Реализация госпрограмм, строительство социально значимых объектов, собираемость налогов. Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе заседания. В своем выступлении глава города Исламудин Нургудаев остановился на проблемах в сфере ЖКХ и в вопросах водоснабжения. Город Буйнакска немного более депрессивный, наверное, чем какие-то другие города. Потому что наш город был одним из самых таких промышленных производственных городов. Было в свое время, да, советское. Но, к сожалению, за эти годы, наверное, или нулевые, в городе много тех промышленных площадок, производственные площадки, наверное, где-то, как-то, ну, их уже не стало. Да, имеется в виду, на самом деле, на самом деле нету крупных производственных площадей, и, соответственно, нету крупного налогоплательщика. Далее короткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Потом продолжим. Две девочки 4 и 5 лет утонули в Кизлярском районе. Несчастный случай произошел на реке Прорва, рядом с селом Новомонастырское. Тело одного ребенка найдено, поиски второго продолжаются, сообщает МВД Дагестана. В Ленинском районе Махачкалы почти 4 тысячи человек остались без газа из-за утечки на подземном газопроводе. Ремонтные работы еще не начались. Ситуация осложняется тем, что труба проходит под частным жилым домом по улице Офицерской. В данный момент решается вопрос о переносе газопровода на безопасное расстояние. Рейсовый автобус, следовавший из Дагестана в Саратов, загорелся в Киченеровском районе в Калмыкии. В автобусе находилось 20 пассажиров, из них пятеро детей. Пострадавших нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стала техническая неисправность. Пассажиры отправлены к месту следования другим автотранспортом. В Дагестане приостановили работу 19 карьеров по добыче полезных ископаемых. Они были лишены лицензии за нарушение условий соглашения. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии республики. Такое решение было принято после проведения инвентаризации карьеров на предмет соответствия их деятельности требованием законодательства. И в заключение небольшой анонс. 9 июля в честь главного праздника ислама Курбан-Байрам в конно-спортивном комплексе «Зебра» будет интересное мероприятие. Зрители ждут выступления известных исполнителей нашидов, мясная ярмарка от ведущих рестораторов города, бесплатные угощения и, конечно же, основное зрелищное событие – два заезда впечатляющих скачек. Начало ярмарки в 13.00. Официальное начало праздников в 17.00. Кроме того, с 9 по 12 июля обряд жертвоприношения дагестанцы смогут совершить в трех локациях Махачкалы. По улице Ремесленная, 45, район торгового центра Киргу, на площадке Старого ипподрома по проспекту Насруддинова, а также на улице Красноярской, 16, рядом со строящимся духовным центром имени пророка Исы, мир ему. И это все на сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите на соцсетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok